Привет! Удивительно как долго живёт сокет М4, даже в этом году на него выходят новые камни. Ну как новые, скорее просто обновление прошлых моделей на Zen 3. По факту же просто поиграли с частотами и выдали за новые модели. Подзаебала эта тема. Скорее всего это были последние камни для этого сокета, но тем не менее он прожил очень долгую и насыщенную жизнь. В этом видео предлагаю вспомнить с чего всё начиналось в далёком 2017 году, когда и вышло первое поколение ряженок. Поможет нам в этом самый младший представитель в линейке, проверим его в киперкотлетных проектах, новинках или просто классических играх с актуальными обновлениями. В общем всё как вы любите. Также я уделил внимание комплексному разгону. На повышение частоты ядер надеяться не стоит, сильно тут не разгуляешься, зато процессор избавили от его болячек на выходе, когда пределом для него была частота ОЗУ в 2900-3200 МГц. С нашей частотой в разгоне он должен чувствовать себя намного бодрее. Видеокарта в тесте RTX 2060. Она не будет служить бутылочным горлышком, потому что тестить я буду на минимальных настройках, с повышением некоторых параметров по типу детализации или плотности толпы, которые влияют на процессор. Выставлять буду в зависимости от того, как он будет себя чувствовать в той или иной игре. Кстати про 2060 у меня есть отдельный ролик, где я тестировал её с DLSS и RTX, так что при желании можете глянуть. Первый тест это прогон в CPU-Z, сравнил результаты процессора с его одногодкой в лице i5-7600. Видно, что даже в разгоне производительность на ядро у ряженки ниже, чем у i5-го. А вот в тесте кэши памяти Аиды налицо основные проблемы архитектуры. Об этом свидетельствуют высокие задержки, но путём разгона памяти и настройки таймингов, их удаётся существенно снизить, пусть до идеала по-прежнему далековато. Давайте начнём с CS2, чтобы не томить фанатов игры. На базовых частотах камень не впечатляет производительностью, около 70-90 кадров. Бывают просадки и до 60. Зато с разгоном мы всё больше видим трёхзначные числа на мониторинге. Играбельно или нет решать вам, но я ожидал от процессора большего, хотя и игра вышла кривоватой в плане оптимизации. Сомнительно, но окей. Дота 2, максимальная графика. Похожая с CS картина, только здесь вполне хватит 80 кадров, ибо геймплей не предполагает, что вы будете отхватывать хедшоты каждую секунду, поэтому вполне можно играть. Кстати, тестирование проводилось с ботами, поэтому в онлайне FPS будет выше. Танчики, высокая графика, всё равно игра не сможет нагрузить карту на максимум, поэтому мешать она не будет. И без повышения частот тут FPS выше крыши. Подобные игры запускаются на любом утюге, и наш камешек не исключение. Тундра, опять же высокий пресет, и иногда разница между базовыми частотами и разгоном достигает 50%. А вообще, здесь, как и в танках, повышение частот совсем не обязательно, но если только вы не играете на 144 герцовом мониторе, да и это, наверное, было бы странным сочетанием с таким процессором. GTA 5. Настройки, связанные с количеством NPC, выставлены на максимум, и игре вообще пофигу на все эти ваши разгоны, поэтому фиксируем только небольшую прибавку в районе погрешности. Ещё стоит учитывать, что на FPS сильно влияет количество игроков на карте, а на этих двух футажах их было разное количество. Зато красные мертвецы заметно лучше отреагировали на разгон. Разница может достигать 20% в зависимости от сцены. В любом случае, даже в разгоне FPS не так много, и ради этого пришлось убить геометрию в ноль, но играть можно. Метро Исход. В стоке бывает просадки ниже 60 FPS, но после манипуляций с разгоном уверенно и 70, что отлично. В обоих сценариях игра плавная и идёт без всяких неприятных сюрпризов. Хорезен также идёт более чем отлично на этом камешке. В стоке играбельно, поэтому разгон ощущается как приятное, но малозаметная прибавка к так уже высокому FPS. Последняя часть серии Doom. Процессор хоть и забит под завязку, как и в большинстве протестированных игр, но выдаёт достойные 100-140 FPS в стоке и до 160 в разгоне. Поэтому крошить черепа демонов одно удовольствие в обоих сценариях. Особенно интересны проверить 1200 в киберпупке с последним обновлением 2.1. Сначала попробуем затестить с высокой плотностью толпы. Рязань в стоке скатывается к 30 кадрам, зато разгон приятно удивил на фоне базовых частот. Попробуем понизить плотность толпы и теперь в стоке 50 кадров, в разгоне не падает ниже 60, что для пожилого камня начального уровня просто супер. Days Gone, как и Horizon, игра портирована ещё с пожилой PS4, в которой стоит процессор на порядок хуже, чем 1200 Ryzen. Поэтому неудивительно, что такие игры будут идти хорошо. Помимо неплохой прибавки по FPS, график времени кадра стал более стабильным, хотя не то чтобы он и до этого страдал. Ведьмак 3 поднял параметры, влияющие на процессор, так же как и GTA, игра плохо отозвалась на повышение частот, перепроверял несколько раз, но итог был тем же. Что странно, потому что раньше с тестами других процессоров FPS в игре очень хорошо бустился от добавления разгона. Шестой Far Cry, минималки, в том числе и геометрия. Здесь разгон даёт дополнительные 4-12 кадров, то есть до 20% прироста. И FPS теперь не просаживается так сильно при взрывах. Dying Light 2, игра хорошо оптимизирована, и даже на бюджетном Ryzen можно комфортно играть в 70 плюс FPS. Приходится использовать дурацкий бенчмарк, который поделён на микросцены, потому что в этот раз у меня слетели сохранения. Бог войны так же порадовал, игра выжимает все соки из нашего и так далеко не производительного процессора, но позволяет поиграть в 50-60 FPS без разгона и в 60-70 уже с повышением частот. Сказка о чеме, вторая часть. Это уже более требовательный к ресурсам системы проект, который просаживает FPS ниже 30 кадров в стоке. В разогнанном состоянии процессору удается удерживать стабильные 30 FPS. Справедливости ради нужно отметить, что это одна из сложнейших сцен в игре с большим количеством NPC. В ненагруженных локациях FPS поднимается до 40, а то и до 60. В хорошей оптимизации Dead Island у меня не было сомнений, поэтому поставил высокий пресет. В стоке бывают просадки до 38 единиц фреймрейта, но очищаются они в игре все равно приемлемо. С разгоном же FPS зачастую переваливает через 60, из-за чего играть еще приятнее. Последняя игра на тесте, Alan Wake 2. Проект любит не столько ресурсы процессора, сколько видеокарты. Поэтому даже на минималках с апскейлом производительность почти упирается в 2060, а сама игра идет плавно и с относительно высоким количеством FPS. Ну что ж, вот таким образом Ryzen 1200 справляется с классикой и новинками. Единственные игры, где были проблемы с FPS, это CS2 и Сказка о чуме. Хотя кому-то может быть и хватит тех кадров, что выдает Proz в CS. К сожалению, не все проекты у меня получилось протестировать. Было бы, конечно, интересно узнать, как Proz тянет Hogwarts и одни из нас. Но судя по тому, что вторая игра тяжело давалась даже 3500X, ничего хорошего ожидать не стоило. Кстати, в ближайшее время я собираюсь выпустить ролик с Ryzen 1400 и 1300X. Там и собираюсь показать, что могут эти камни в подобных проектах. Подписывайтесь, если интересно, ставьте дизлайки, оставляйте гневные комментарии и до новых видео.